То есть, вы знаете, я пастор уже четвертый год, служил, наверное, лет 17, и я заметил такую проблему в том, что основная проблема большинства церкви в том, что у церкви нет видения, то есть нет понимания, куда, зачем, почему. Если мы внимательно будем читать Библию, мы увидим, что Бог есть Бог видения, и у Бога есть конкретные цели. И если мы поймем эти цели, и если мы научимся ходить Его путями, мы будем успешны. Я не считаю, что я сильно успешный. Наша церковь началась в 1994 году, и мы начинали с нуля. Вначале это было очень сложно, но впоследствии это сыграло очень большую положительную роль. Потому что, ну, основная масса служителей, которые появились в нашей церкви, они выросли в одном видении. И это то, что позволило нам избежать многих проблем, хотя бы не избежали всех проблем. Ну, то есть большинство из вас, вы проходили через разделение, вы понимаете, что это такое. То, о чем говорил вчера Олан, вы не часто услышали, потому что обычно все говорят об успехах. Никто не хочет говорить о своих поражениях и своих ошибках. Я хочу сказать, что я наделал кучу ошибок в своем служении. То есть я ошибался, и я считаю, что каждый из нас имеет право на ошибки. Потому что если мы не будем делать ошибок, мы не научимся. Вы понимаете? То есть Ибо дает нам право делать ошибки. И Он дает нам право исправлять ошибки. То есть это очень важно. И вы знаете, Библия очень интересная книга. То есть эта книга, она говорит о людях, которые имели взаимоотношения с живым Богом. Если вы хотите быть успешным служителем, вам необходимо иметь взаимоотношения с живым Богом. Вам необходимо иметь видение, которое приходит от Бога. Вы знаете, я заметил такую вещь, что те цели, которые я принимал от Бога и ставил перед Богом, они были все достигнуты и очень быстро. И то, о чем вчера говорил Волт, он говорил о том, что ты должен записать свое видение. И вы можете провести очень простой эксперимент. Если в вашем сердце есть какие-то желания, просто запишите их. И очень быстро вы увидите, что эти желания, они исполнятся. Я проводил такие эксперименты, я, например, был в одной дочернии церкви, и я просто записал нужды этой церкви. Я записал 5 пунктов. Прошел месяц, все эти 5 пунктов были закрыты. То есть я записал то, что необходимо для того, чтобы был определенный прорыв в этой церкви. Я написал 5 пунктов, прошел месяц, и эти все 5 пунктов были закрыты. То есть вы должны четко видеть, куда вы идете. И вы знаете, в своем служении я научился одной простой вещи. Бог никогда ничего не дает заранее. Он дает видение, и потом он дает все необходимое для этого видения. Вы знаете, в нашей церкви у нас нет никаких накоплений. Мы же дом сегодняшний, днем. То есть все эти кризисы и все эти инфляции, они нас не касаются, у нас нет запасов в долларах, евро, еще в чем-то. И наш бюджет, он именно такой, сколько нам необходимо. У нас были очень большие сборы, но удивительная вещь. В это же время у нас были очень большие расходы. То есть Бог нам давал именно столько, сколько нам необходимо. И я вам хочу сказать, что удивительная вещь. Когда у нас резко вырастали расходы, открывались какие-то источники, которые позволяли нам решать эти расходы. Я заметил очень большие благословения, когда у нас приходили какие-то давления и какие-то проблемы возникали. Это говорило о том, что Бог приготовил для нас что-то новое. У нас, например, была ситуация, когда у нас, ну, у нас мы снимали офис, и мы снимали в общежитии там одного ПТУ. И в этом офисе очень много было служений, там, разных мероприятий и так далее, и так далее. И вдруг приходит письмо с прокуратурой. То есть у нас были заключены договора очень правильно. То есть мы сделали через фонд госимущества. То есть мы сделали все правильно. Кстати, вот в этом есть очень большой плюс. И я обращаюсь к пасторам Церкви Квей, постарайтесь вот в этих вопросах все делать правильно. Потому что на самом деле это по писанию. Мы не ходим перед людьми, мы ходим перед Господом. Но мы живем в государстве, где есть законы. И когда мы поступаем по законам, то есть это то, что приносит вам определенную безопасность. И офис мы не заключали там никаким левым путем. Мы заключили правильные договоры через город, как это было положено. Нам пришло письмо из прокуратуры. И нас обязали в 10-дневный срок освободить помещение. Мы написали в прокуратуру. Мы написали, что у нас заключен договор. И если вас что-то не устраивает, можете подать на нас в суд. Они нам присылали вот таких вот, по-моему, 5 тысяч. То есть мы арендовали помещение. То есть они нам присылают письмо, мы им описываем. Подавайте на нас в суд. Потому что только суд может разрушить наш дорогой. Но во время вот этой вот ситуации я начал думать в определенном направлении. Я начал думать, что было бы неплохо, чтобы у нас был свой офис. Чтобы нас никто не выбирал. И у нас проходили пастырские. И на пастырских одна сестра с одной церкви предложила. Она говорит, что одна сестра хочет благословить церковь частным домом. То есть этот дом она хочет продать в церкви. Этот дом находится в черке города, в очень ежевом. Ну я предложил своему администратору узнать, что это было дома. Ну, когда он узнал, оказалось, что это совсем не в черке города и совсем не дешево. Дедсестра просто по тем временам, это было лет 5 назад, хотела трехкомнатную квартиру в Киеве. Но у меня было такое впечатление, что к церкви какое-то очень странное отношение. То есть именно церкви она хотела продать. Но вот эта вот мысль, она у меня появилась. И я начал молиться в этом направлении. И однажды мне сестра говорили, слушай, ты не хочешь купить дом. Здесь продается дом. Но я вам хочу сказать, что денег у меня не было. У меня еще один день нет. Но этот дом, я решил посмотреть, и за него хотели 12 тысяч долларов. То есть по тем временам это были нормальные деньги. То есть нормальный дом. Дом был 10 на 12. Двухэтажный. Недостроенный. И я посмотрел, этот дом меня идеально устраивал. Потому что там не было никаких комнат. То есть там были только несущие стены. Я мог планировать как угодно. Ну вот Валентин был в этом воскресенье в нашем офисе. И меня заинтересовало. Это я начал молиться. И вы знаете, я написал письма своим друзьям. И мне звонят из банка и говорят, слушай, тебе пришли деньги. Скажи откуда и скажи сколько. А я же не знаю откуда, я не знаю сколько. Ну у меня вообще вот эта вот ситуация. Я спрашиваю, из Аджии нет, из Америки нет. Из Голландии нет. Но оказалось, что в Сингапуре. Самое интересное, что нам прислали 9 тысяч долларов. И прислала женщина, которая никогда меня не видела. Я знал ее племянника. Точнее даже не племянника, а крестного сына. А? Да, ты его знаешь. Короче, он сам был удивлен. Короче, он показал наше письмо своей крестной. И она говорит, ну вот, когда я узнал уже откуда и что. И она говорит, что на самом деле, когда мне предложили помочь, у меня было только две цифры. Семь или девять. И она говорит, я помолилась, Дух Святой, сколько? И Дух Святой, если мне долг денег. И она просто, не говоря ни слова, прислала 9 тысяч нам на счет. Короче, мы купили этот офис. Деньги пришли в последнюю неделю, когда нам надо было платить все платежи. То есть мы купили офис. Но вы знаете, что самое смешное в этой истории? Сокончился наш договор на тот офис, который мы снимали. То есть этот договор прекратился. Но руководство вот этого ПДО, оно изменилось. Проделился новый директор. И в течение года мы были еще в этом офисе, и мы ни копейки не заплатили за это. Целый год мы использовали наш офис. Хотя закончился договор ориенте. И мы ни копейки не заплатили за это. Вот этот новый директор сказал, то есть пока оставайтесь, когда надо будет освободить, я вам скажу. Но я научился одной простой вещи. То есть у нас было давление. И это было сильное внешнее давление. И это было связано с нашим офисом. Кстати, когда у нас возникали такие давления, у нас офис становился все больше и больше. Мы снимали четырехкомнатную квартиру. И наступил такой момент, что нам стало уже тесно. И соседи написали жалобу. И пришел участковый. И сказал, чтобы мы освободили помещение. Причем те люди, которые нам сдавали эту квартиру, они были готовы там оформить любой договор, чтобы мы только оставались. А мы нашли офис, в котором было там 200 квадратов. То есть мы сняли этот офис, и этот офис там покрывал все наши нужды. Но когда этого офиса перестало хватать, мы получили новый офис. И в этом офисе у нас сейчас фактически получается четыре этажа. Каждый этаж приблизительно 120 квадратов. И на третьем этаже мы получили зал 85 метров. То есть это где-то мы 120 человек. И у нас в этом зале регулярно проходят ночные молитвы. И мы увидели очень интересный принцип. Что на самом деле Бог допускает определенное давление в нашей жизни для того, чтобы мы перешли на новый уровень. Потому что на самом деле, если у нас будет хорошо все на этом уровне, мы не будем двигаться дальше. Вы понимаете? Да. И вы увидите в Библии множество таких моментов. И я вам хочу сказать, ну, Иисус предупреждает нас о том, что многими скорбями нам длежит нам войти в Царство Небесное. Почему Бог допускает спорты в нашей жизни? Для того, чтобы мы изменялись. Вы понимаете? Очень часто, когда люди ищут Совершенную Церковь, вы не найдете Совершенной Церкви на этой земле. И когда-то Дарик Принц говорил, что если вы найдете Совершенную Церковь, в тот момент, когда вы уйдете в эту Церковь, эта Церковь перестанет быть Совершенной. В тот момент эта Церковь перестанет быть Совершенной. Мой совет. Не ищите Церковь для себя. Ищите себя для Церкви. Аминь. И вы можете посмотреть на своих соседей. Вы знаете, мы строим из живых камней. То есть, это камни драгоценные. Но драгоценные камни обрабатывают драгоценными камнями. Алмаз можно обрабатывать только алмазом. То есть, если вы алмаз, то можете не переживать. Рядом с вами сидит такой же алмаз. И он сидит рядом с вами именно для того, чтобы вы могли стать Совершенным. А вы рядом с ним сидите как раз для того, чтобы он мог стать Совершенным. И это очень важно. Приятники сломали. В 15-й плоте, в 2-го поры Паминона, Бог говорит через такого пророка Азарию, Израилю, царе Азию, и он говорит такие слова. Господь с вами, когда вы сидите. Если вы взыщете его всем своим сердцем, вы найдете его. Если вы оставите его, он оставит вас. Если вы хотите, чтобы Господь был с вами, вы должны быть с ним. То есть, я думаю, очень важно. Если вы хотите, чтобы ваша община, она при успевала, вам необходимо иметь духовное водительство. Если вы пастор, вы должны иметь видение. Если вы лидер, вы должны иметь видение. И вы должны иметь водительство Духа Святого. У каждого из вас есть дарование. И каждый из вас является даром для конкретной общины. Вы понимаете? И мой совет в ад. Не служите пасторам. Не служите лидерам. Служите Господу. И все, что не делаете, в Писании написано, делайте для Господа. Потому что, если вы будете служить лидерам и людям, вы будете разочаровывать. И ваше служение, оно принесет не благословение, оно принесет проклятие. И оно принесет разочарование. Потому что если люди не будут видеть то, что вы делаете, вы не будете получать от них похвалу, вы будете разочарованы. Но если вы делаете для Господа, вы будете удовлетворены, потому что это то, что будет приносить удовлетворение и радость. Более того, вы получите награду. И самая большая награда, которую вы сможете получить, это то, что вы услышите от Иисуса, верный раб, войти в радость Господину. Вы понимаете? Но раб, это человек, который служит Господину. Независимо от того, получит он благодарность или не получит. Апостол Павел пишет, раб Иисуса Христа, призванный апостолом. То есть, почему он не пишет, призванный апостол, раб Иисуса Христа? Потому что на самом деле, вначале раб, а потом призванный апостолом. И с вами я хочу поговорить, есть только очень интересная история. История Иосифа. Кто из вас читал эту историю? Я хочу, чтобы вы очень внимательно перечитали эту историю. И это очень непростая история. И я верю, что эта история, она говорит о церкви последнего времени. Вы понимаете? То есть, это то, что говорит о церкви последнего времени. Более того, эта история говорит о мессианском движении. И эта история говорит о пробуждении Израиля. Вы помните, когда вернулся Дух Якова? Да, когда услышал слова. Когда он увидел колесницы, которые приехали от Иосифа. И услышал слова. И услышал слова. И вернулся Дух ему. То есть, Яков, он возродился в жизни. И мы с вами живем в полдольнинах, это будет великое пробуждение в Израиле. Аминь. Аминь. И без пробуждения в Израиле не будет возвращения ничего. В книге пророка Ирии написано. И узнаете, что я посреди Израиля. И дальше написано. И будет после того. И взгляну от Духа моего на всякую влогу. Ключ к последнему пробуждению лежит в мессианском движении. То есть, то, что сейчас происходит, это очень важно. Это ключ к этому пробуждению, на грани которого мы находимся. Вы понимаете? И есть такое место, где Бог говорит, ревность Господа самого поцепила. Аминь. Вы знаете, что Бог, Он не изменяется? Да. Он вчера, сему, не его веки лучше. Аминь. Открывайте, пожалуйста, 104-й Псалом. 104-й Псалом. Открывайте. Откройте. Открывайте. Открывайте. Открыли, да? Я читаю с первого стика. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Его и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, довеселиться с сердца ищущей Господа. Вы знаете, поклонение Господу – это то, что производит особую радость. И если вы по-настоящему служите Господу, поклоняясь Ему, ваше служение будет приносить радость. В книге Откровения написано, они победили кровью Ангца и словом свидетельства Своего. И не возлюбили души Своей даже в ту смерть. Они победили кровью Ангца и словом свидетельства Своего. То есть наше свидетельство, оно имеет силу и оно имеет попозание. И здесь написано. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Елок. Хвалитесь именем Его святым, довеселиться с сердца ищущих Господа. Ищите Господа и силы Ему, ищите лица Ему всегда. Вы слышите? То есть это ключ к успешному служению. Ищите Господа и силы Ему, ищите лица Ему всегда. И это то, что сделает вас успешными служителями. Это то, что принесет успех ваше служение. Вы понимаете? Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Ягова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет, Своё слово, которое заповедовал в тысячу родов. Которое завещал Аврааму и клятву Своему Исааку. Вы видите, Он помнит свой завет. Он помнит свой завет. Он не забыл свой завет, Он не отменил свой завет, Он не переменил свой завет. Он помнит свой завет. Послание к римлянам, 9 глава. Им принадлежат заветы. Вы знаете, существует такое понятие, что Израиль живет по Ветхому Завету, а церковь живет по Новому Завету. Но если мы внимательно прочитаем то, что написано о Домом Завете, например, в книге пророка Еммии или в книге пророка Есекииля, там написано «С Домом Израиля и Домом Иуды заключу Новый Завет». Вы слышите? Кому принадлежат Заветы? Заветы принадлежат Израилу, все остальные вошли в этот Завет. И Израилу принадлежит Новый Завет. То, что они не живут по Новому Завету, то есть это проблема. Но их Завет, Бог заключил с ними Заветы, и Он остается все равно верным. И Он не отменял этот Завет. И вечно помнит Завет Свой, Слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое замещал Аврааму и клятву с Ветхиза, и поставил той Якову в законы Израиля в Завет вечный. Говоря, тебе дам землю хананскую в удел наследия вашего. Я извиняюсь, какой церкви Бог обещал землю хананскую? В посольству Бога, новому поколению. Кому Он обещал землю хананскую? И Он помнит этот Завет? Вы знаете, народы, они пытаются решить проблему Израиля. Сейчас стоит проблема, Ольгерт хочет отдавать голландские высоты в Сирии. Но на самом деле Ольгерт не решает эти вопросы. И человечество не понимает одной очень большой проблемой, что они не могут решить проблему земли. Потому что на самом деле эта земля, она не принадлежит им, и она не принадлежит Израилю. Потому что она принадлежит Богу, это его удел. А он ему дал Израилю. Вы понимаете? Точно так же принцип десятины. Вы знаете, вы не даете десятину служителям. И если вы внимательно прочитаете то, что в Писании написано о десятине, Бог говорит, моя десятина. А я даю ее левитам. Кто дает левитам десятину? И когда давалась десятина, то есть там была специальная молитва, я отнял святыню от дома моего. Я не ел от нее в горе, и я не отделял от нее мертвого. Вы понимаете? То есть это то, что принадлежит Господу, и мы отдаем Господу. А Господь уже дает кому хочет. Правильно? Точно так же с землей. Вся земля принадлежит Господу. Но этот участок, он принадлежит ему особо. Кстати, вы помните историю Иосифа? Яков ему заповедовал особый участок. И он говорит, этот участок я купил за свое середро, и я его тебе отдаю. Вам ничего это не намного нравится? Вот эта вот земля, она отдано Израилю не случайно. То есть это обетование. Это обетование. И мы с вами увидим, когда это обетование полностью исполнится. Потому что на самом деле это обетование не исполнилось полностью. И попытка разделить этот маленький кусочек земли возле моря. Там всего Израиля 520 км в длину. И в самом широком месте, по-моему, 100 км. То есть там смотреть не на что. То есть Израиль можно за день проехать. В Израиле шутят, что превышение скорости граничит с нарушением государственной границы. И Бог говорит, тебе там землю хананскую в удел наследие вашего. Когда их было еще мало числов, но очень мало, и они были пришельцами в ней. И переходили от народа к народу, из царства к иному племени. Никому не позволял обижать их и возбранял о них царя. Не прикасайтесь к помазанным и пророкам моим не делайте зла. И призвал Бога на землю, всякий степель хлебный истребил. Послал пред ними человека. В рабы продан был Иисус. Вы представляете, Бог послал человека. Оказывается, то, что Иосиф был продан в рабы. Это был план Божий. Вы можете себе представить вообще, как Бог мог такое допустить? Бог человека любимый, Бог многомилостивый. Как Он мог поступить так с Иосифом? Продали его в рабы. Продали его в рабы. Родные братья хотели его умить. Вы представляете? Вы помните, какие сыны виделись? Братья поклоняются. Отец матерью поклоняется. Вы представляете? Отец сделал такую прекрасную одежду. Впереди было такое прекрасное будущее. В один день все закончилось. Братья хотели убить, потом решили продать. Продали за 20 серебряных. Путешествия идут не первым классом, не самолетом. Вы представляете, да? Пища, которую ел Иосиф. То есть, и Он попадает в небо. Но, вы знаете, в этой истории есть один очень важный момент. Господь был с Иосифом. Когда братья Его хотели убить, Господь был с Иосифом. Когда они Его бросили в ров, Господь был с Иосифом. Когда они Его продавали, Господь был с Иосифом. И Господь с Иосифом пошел в Египет. Вы слышите? Послал человека перед ними. Пробыл, был продан Иосифом. Если в вашей жизни есть такой тяжелый период, не переживайте. Самое главное, чтобы Господь был с вами. Вы понимаете? Самое главное, чтобы Господь был с вами. И вы прорвете. На самом деле, вот эти вот обстоятельства, вот для того, чтобы вы могли подняться. И подняться очень высоко. И дальше написано. Стезнили оковами ноги Его. В железо вошла душа Его. В железо вошла душа Его. Вы представляете, какая внутри появилась крепость? В книге пророка Исаии есть такое место. Твердого духом ты хранишь совершенно мерить, ибо на тебя уповает Бог. Как Иосиф научился вот этому. Через эти обстоятельства внутри появилась крепость. Его душа, она вошла в железо. Он приобрел эту твердость, внутреннюю твердость доверия Господу. Он во всем научился полагаться Господу. В железо вошла душа Его. Доколе исполнилось слово Его, слово Господне испытало Его. Вы знаете, сколько продолжалось вот этих вот испытаний? То есть, когда Иосиф был продан, вы сможете прочитать это в книге «Бытие», ему было 17 лет. 17 лет. Когда Он стал вторым человеком в Египте, ему было 30 лет. То есть, это не было один год, это не было несколько месяцев, это не было 5 лет, это не было даже 10 лет. Это было 13 лет страданий, пучей. Ну, для чего это было? Для чего это было? Здесь написано, пока Слово не испытало Его. Какое Слово? Какое Слово? То Слово, которое Бог дал Ему в начале. Те сны, которые Бог дал Ему в начале. То видение, которое Бог дал Ему в начале, оно испытало Его. И оно Его приготовило к исполнению пророчества. Вы слышите? Аминь. 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 Пророческое Слово, которое вы получаете, оно испытывает вас. Потому что Божье Слово, оно не бывает тщетным. Оно начинает действовать в вашей жизни. И оно начинает приготавливать вас к исполнению этого Слова. Но вы знаете, это Слово причиняет нам страдания. Это Слово, оно причиняет боль. Оно изменяет нас. Потому что это Слово упирает то, что мешает нам войти в наше призвание. Войти в наше обетование. Достигнуть славы. Вы знаете, Иосифа купил начальник телохранителей, Патифан. И Господь был с Иосифом. И это стало очевидным для всех. И все увидели, что Бог с Иосифом и Бог благословляет Иосифа. Иосиф пилит дрова, Бог благословляет его, и у него получается лучше всех. Иосиф работает в поле, Бог благословляет его, и у него получается лучше всех. Раб в Египте начинает подниматься. И он достигает определенного положения. Потому что для всех становится очевидно, что Господь с ним. И вот на этом уровне появляется искушение. Вы слышали? Да. То есть и в вашей жизни, я хочу вам сказать, что тот момент, когда вы начинаете подниматься, и когда вы начинаете занимать определенную позицию, обязательно будет проходить искушение. И вы будете стоять перед выбором. поступить так или поступить так. Поступить по плоти или поступить по дому. Вы будете сталкиваться. Потому что на самом деле, если вы будете внимательно считать Библию, вы увидите, что каждый из божьих служителей сталкивался с этим. Апостол Павел, апостол Петр, Варнава, апостол Иоанн. Каждый человек на определенную дату сталкивался с определенными проблемами. Появилась жена Матифара, которая предложила все. В том числе и себя. Но Иосиф не ходил перед Матифаром. Обратите внимание. Он не ходил перед Матифаром. Иосиф не стремился к этой власти. Он не стремился к этому положению. Если бы он стремился по жизни, он бы воспользовался этой возможностью. Он мог занять место Матифара. Но тогда бы у него не было никакого помощи. Тогда бы эта история, она бы не была в этой книге. Но Иосиф, он ходил перед Богом. И в его жизни появилась проблема. Когда в вашу жизнь приходит помазание. Когда в вашу жизнь приходит помазание. Когда в вашу жизнь приходит власть. Всегда придет искушение. Можете в этом не сомневаться. Потому что Иисус говорит. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примите силу. И будете мне свидетелем. Когда Дух Святой сошел на Иисуса. Куда он повел его? Он повел его в пустыню. И мы читали в 104 Псалме. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Ему всегда. Иисусом был исполнен и Духа Святого. И Дух Святой повел его в пустыню. И в Писании конкретно написано для чего? Для искушения дьявола. Вы слышите? То есть Дух Святой повел Иисуса в пустыню для искушения дьявола. И вы будете сталкиваться с этими искушениями. Потому что через искушение приходит победа. Через победу приходит сила. Сила. Вы понимаете? То есть Божье присутствие, оно трансформируется в силу. Через победу. Над искушением. И Иосиф, он бежал от шины Патифара. И его обвинили, и он попал в темницу. Его положение стало еще хуже. То есть он уже был на определенной высоте, уже было определенные входы. И вдруг он потерял все. Его служение полностью разрушилось. То, что он строил в течение ряда лет, оказалось полностью разрушено. И он оказался ниже уровня земли. Он сошел в темницу. Представляете, раб, который поднял руку на свою господь. Но вы знаете, удивительная вещь. В Писании написано, но Господь был с ним. То есть, Господь сошел с ним вместе в эту темницу. И он был с ним в этой темнице. И вы знаете, Иосиф начал подниматься в этой темнице. И для всех стало очевидно, что Бог с ним. Помните эту историю, да? То есть, и он начал подниматься в темницу. Вы знаете, у Иосифа были сны, которые давали ему направление. И он понимал, что это точно сны от Бога. И он понимал, что это от Бога. И он понимал, что он должен дожидаться. Он должен ждать. Но время оно имеет такую особенность. Вы помните, в Писании написано, что надежда, которая не исполняется, она томит сердце. То есть, годы они проходили. То есть, Иосиф попал в эти обстоятельства, когда ему было 17 лет. Любимый ребенок в семье. Любимый сын своего отца, которого отец отличал. Которого отец благословлял. И в один момент он все потерял. Он попал в чужую страну. Он попал... Иосиф потерял все, что он имел. Но он не потерял Божьего присутствия. И он ходил перед Богом. И он принял одно решение. Невзирая на обстоятельства, выходя вместе с Господом. И все, что не делает, делает для Господа. И смотрите, что происходит. В темницу попадает виночерпий и хлебодар. И каждому из них снятся сны. И Бог дает истолкование. Вы помните эту историю? Бог дает истолкование. И это истолкование, оно исполняется. И Иосиф предупреждает виночерпия, что когда ты попадешь в определенные круги, не забудь обо мне. Вы знаете, два года прошло. То есть у Иосифа уже не оставалось никакой надежды на человека. То есть у него была возможность, которая вроде бы давала ему возможность выйти из этих обстоятельств и подняться на высоту. Но в один момент все изменилось. Виночерпий вышел, прошел день, второй, неделю, десять. Его состояние оставалось не кившим. Послышите? Почему это произошло? И почему это произошло? Потому что Слово Божье продолжало работать Иосифом. И Бог сокрушит в вашей жизни всякую не Божью такую. Бог сокрушит в вашей жизни всякую не Его надежду. Вы слышите? То есть Он не оставит ничего. Он не оставит ничего, на что вы можете надеяться, кроме Его. И в Писании написано, что Иисус есть камень. Кто на Него упадет, тот сокрушится. То есть вы будете сокрушенными засудами. В обмен на что будет надеяться. В обмен на кого будет полагаться. Вы должны будете полагаться только на Него. И любой слушатель, который по-настоящему служит Господу, он скажет, что он в своей жизни проходит через такие обстоятельства. Бог сокрушает всякую не Его надежду. Он сокрушает всякие подпорки. И потом фаролог видит сны. И вот тут вот срабатывает то, для чего Бог давал столкование Иосифа. И в один день он поднимается из темницы. И он занимает ключевую позицию в стране. Но на самом деле это не конец истории. Вы слышите? На самом деле это не конец истории. То есть если вы занимаете ключевую позицию, это не конец. Это только начало. Вы слышите? И семь лет изобилия, это не конец. И там не написано, что они жили долго и счастливо. И эта история, она не заканчивается свадьбой. Вы слышите? Вот, ну, я знаю, что для некоторых людей их служение, оно очень часто заканчивается свадьбой. Но в истории с Иосифом это не заканчивается свадьбой. То есть эта история, она имеет продолжение. И Иосиф, он поднимается на высоту, недостижим. Он никогда бы не поднялся на эту высоту никаким другим путем. Вы понимаете? И в Писании написано, что Бог противится, а смиренным дает благодать. То есть Бог, он смирил Иосифа, он смирил его ниже земли. И он поднял его выше всего. Он стал вторым человеком, а фактически первым человеком в мировой державе. Человек из ниоткуда. Вот это положение в Древнем Египте мог занимать только сын фараона. А Иосиф стал без его умирал. Правда, непонятно откуда. Правда, непонятно какого времени. В один день стал самым великим человеком в мировой державе. Почему? Потому что на самом деле Господь управляет всеми обстоятельствами. На самом деле Господь управляет всеми обстоятельствами. И здесь написано. Доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владеть им народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. И дальше написано, что у нас еще интересное. И дальше написано, что у нас еще интересное. Чтобы он наставлял великожь его по своей душе и старейшину его в лучшую мудрость. И Иосиф, он становится властителем в очень интересный период. Это период изобилия. Семь лет изобилия. То есть я верю, что мы с вами находимся как раз в этом периоде. И очень важно, чтобы мы с вами не пропустили свое время. Вот это благословение, во время которого мы живем. Вот это вот свобода, во время которой мы живем. То есть это очень важное время, чтобы мы с вами приготовились к другому времени. Будет другое время. В Библии это время называется великой скорой. Но перед этим будет семь лет изобилия. Семь лет благословения, которое позволит нам сформировать хранилище и собрать великий урожай. Который даст нам возможность пройти через копию. Пройти через все обстоятельства. Вы слышите? Помазание. Оно очень важно. Но оно очень важно, чтобы мы с вами научились формировать структуры. Для того, чтобы мы научились использовать ту мудрость, которая приходит от Господа. Чтобы мы с вами научились учить вельмож и говорить им, что они должны делать. Вы понимаете? Чтобы наше видение, оно исполнилось и оно притворяло жизнь. Иосиф не мог построить сам хранилище. Ему нужны были люди. Эти люди должны быть подготовлены. Их нужно было обучить. И нужно было знать, что нужно делать в это время. Если вы хотите, чтобы ваша община была успешной. Вам необходимо иметь видение. Вам необходимо приготовить хранилище. И вам необходимо собирать этот урожай. Вы понимаете? Вам необходимо работать с лидерами. Вам необходимо работать со служителями. Вам необходимо вкладывать себя в служителей. И это ваша основная задача. Вам необходимо учить вельмож. И передавать им ту мудрость, которая приходит свыше. То есть это очень важно. И это то, что позволит вам охватывать огромное величинство людей. Если вы хотите быть пастырем маленькой общины, вам не надо готовить вельмож. Делайте все сами. Делайте все сами. И я вам гарантирую, что ваша община, она не будет расти. Потому что есть предел ваших возможностей. Но если вы начнете передавать то, что вы приняли от Господа другим людям. То, что Павел говорит Тимофею. То, что ты принял от меня при многих свидетелях. Передай верным людям, которые были бы способны и других научить. То ваша церковь будет расти. Ваша община будет расти. Ваше ведение, оно должно передаваться. Бог дает ведение по сторонам. Бог дает мне ведение. Он дает мне направление, куда нужно двигаться. Но это ведение нужно передавать. Потому что я не могу исполнить это ведение. Вы понимаете? Бог дает мне людей, с помощью которых я могу достигнуть тех целей, которые Он ставит передо мной. Бог дает мне ресурсы, с помощью которых я могу достигнуть той цели, которую Он ставит передо мной. То есть это очень важно. Я научился этому. В нашей церкви больше тысячи человек. Но основной успех в том, что мы передаем ведение людям. Мы передаем ведение людям. Мы готовим служителей. То есть это очень важно. Потому что на самом деле, если вы не будете этого делать, ваша община расти не будет. Передай верным людям, которые были способны и других научить. И когда-то Бог давал мне видение построения церкви как скиньи. И Бог когда-то показал Моисею скинью. Он показал его на горе. И Он сказал, сделай по тому образцу, что Я тебе показал. То есть основной ключ к успешному служению сделай по тому образцу, который Бог тебе показал. Может быть, Он показал тебе этот образец в каком-то служении. Ты можешь взять его, если это в самом деле приходит от Бога. Если в самом деле это приходит к тебе свыше. То, что ты увидел, сделай по тому образцу. Дальше. Моисей, он не был плотником. Он не был ювелиром. Он не умел работать с металлами. Он не умел работать с кожей. Он был пастух. Сорок лет он паст овец. Ему нужно было построить церковь. Как ее можно построить? Как ее можно построить? Как можно построить церковь? Дух Святой показывает конкретных людей, которые могут исполнить ваше видение. Я не музыкант. Но я знаю, каким должно быть православие. Я знаю, что музыканты должны делать. Я не музыкант. Но Бог дает мне людей, у которых есть дарования, которые могут двигаться в этом направлении. Я могу вести домашнюю группу. Но мне надо не домашняя группа, мне надо сотни домашних групп. Вы слышите? То есть провести домашнюю группу очень несложно. А как провести одновременно сотни домашних групп? Да. Тоже несложно. Подготовьте сто служителей. И будет очень просто. Как подготовить сто служителей? Очень просто. Сначала подготовить сто служителей. Они начнут действие домашним группой. И это несложно. И это очень просто. Это несложно. Бог показал Моисею двух человек. Весельила, сына Агалиала, из колена Иудина. Да? Сына Ора из колена Иудина. И Агалиала из колена Дана. И он говорит ему очень важную вещь. Я исполнил. Духа премудрости открыли. И они сделают то, что ты видел. Вы слышите? Не ищите людей по плоти. Вы окажетесь в той же ситуации, в которой оказался Моисей. Когда он послушал Иофора. Ищите людей по духу. И в ваших общинах есть те люди, которые смогут исполнить ваше видение. И которые смогут сделать то, что Бог показывает вам. Потому что на самом деле Бог дает этих людей. На самом деле в Писании написано, что Бог распределяет дары как Ему угодно. Он распределяет дары по необходимости. То, что вам нужно, те самые дары начнут проявляться в вашей общине. Но дары проявляются там, где есть видение. И ящерица бегает. Не отвлекайтесь. Я думаю, что это не так важно, чем то, что я работаю. Вы понимаете? Да. То есть, если вы хотите быть на высоте, вам необходимо следовать за Господом. То есть это очень важно. И это то, что даст вам возможность пройти через все обстоятельства. Я не хочу вас разочаровывать на обстоятельства. И будут давлять. А вы очень хорошо меня понимаете. Хорошо? То есть, мне очень хотелось бы этих обстоятельств, чтобы их вообще не было. Но поверьте мне, в моем служении было множество обстоятельств. Множество давлений. Множество проблем. Вот видите, я живу. Более того. То есть, в церкви есть подъем, есть движение. Мне не нравится то, что Бог делает. Посмотрите, что произошло с Сотаном. Он прошел через все эти обстоятельства. И на самом деле, есть подъем и есть успех. И он будет. Представь себе, хорошо? Аминь. Потому что в Писании написано, обновляется подобно. Аминь. Аминь. Кстати, я вам хочу сказать, я не верю в нас уже не на пенсии. Аминь. Вы понимаете, в Писании нет пенсионеров. И Моисей умер не от старости. Моисею было 120 лет, просто пришло время уходить. И не переживайте, если вам придется уходить во время служения. Аминь. Аминь. Это штабное лучшее. И служение продолжается, только вы переходите из одной формы в другую. Аминь. Ну и в Писании написано, если мы украину все изменимся, да? Посмотрите на своего соседа. Очень внимательно. Он тоже изменится. Он тоже изменится. Я хочу закончить пророчество, которое Яков дал. Откройте книгу «Бытия» 49-го года. Внимательно прочитайте, что здесь написано. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветвь его простирают над стеной. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но твердо остался лук его, и крепкие мышцы рук его. От рук мощного Бога Израиля Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израиля. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе. И от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями без належащих долгу, благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения в морд древних, и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на теме неизбранного между братьями своими. Вы слышите? То есть оттуда крепость. Оттуда пастырь и оттуда благословения. То есть у вас есть особая часть. У вас есть особая часть и особое благословение. Вы понимаете о чем? У вас есть двойное повознание. И у вас есть особое удел. Вы первенцы. Вы слышите? Вы первенцы. И это особая часть. И Яков, благословляя Иосифа, говорит, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемахущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями без належащих долгу, благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних, и приятности холмов вечера. Да будут они на голове Иосифа и на теме избранного между братьями своими. И поверьте мне, если у вас есть видение от Господа, то Господь, Он его совершит. Оно состоится. И пророчества, которые были о вас, они исполнятся точно так же, как и с ней Иосифа. Ну, вы знаете, Иосиф, он не стремился к этому положению. Он не стремился к этому положению. Он не стремился к этому положению. Вы знаете, к чему он стремился? Вы знаете, к чему он стоит? Когда Иосиф умирал, он оставил завещание. Он говорит, не оставьте моих костей в Египте. Не оставьте моих костей в Египте. Вы знаете, он говорит о двух вещах. Первое, он говорит, что Бог точно исполнит то, что он обещал. То есть из рай он выйдет из Египта. И второе, он говорит о воскресении мертвых. Потому что у него все равно, где их гости. Живые у него все равно. Вы слышите? То есть мы с вами странники и пришельцы на этой земле. Мы сюда пришли и мы уйдем отсюда. Но благословения Господни, они выше гор и они выше холмов древних. И они лучше этих приятностей холмов вечных. Потому что на самом деле, имеющие сына Божьего, имеющие из вечных. И у нас с вами есть призвание. И у нас с вами есть мамазание. И у нас с вами есть течение, которое мы должны совершить. И вера, которую мы должны сохранить. И на самом деле, есть награда за наш труд. И не бойтесь потерять душу ради Христа. Потому что на самом деле, мы идем с вами во Христе Иисусе, Иешуа Мессии. Потому что имеющий сына Божьего, имеет жизнь в вечер. Не имеющий сына Жизни, не имеющий сына Жизни, не имеющий. Аминь. И я хочу с вами помолиться. Не надо вставать, святить, и не судьбу других. Просто закройте ваши глаза и просто скажите такие слова. Божьи, дай нам Твою верность. И помоги нам идти туда, где ты хочешь, чтобы оно были. Божьи, научи нас это Твоими бурьями. И научи нас доверяться Тебе во всем. Как доверял Тебе, Иосиф. Божьи, спасибо за Ишуа Мессии. Который есть пастырь. Который есть пастырь. Добрый день. Аминь.